МИКОЛАЕВ МИСТО ВЕСЕЛЫХ ТА КМЯТЛЫВЫХ Как известно, Миколаев – место веселых та кметливых. А сегодня на студии справедливая квинсистенция гумора. Адже в гостях у нас Александр Ковальд и Виталий Пак. Привет, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Огромная радость меня сегодня посетила в вашем лице. Мне вы рекомендовали как людей, которые собираются взяться за возрождение КВНа в Николаеве. С чего вы начнете? Знаете, это звучит как лозунг просто предвыборный. Возродим КВН вместе в нашем городе. В каждом дворе по команде. Тогда будет веселее жить. Начнем мы, наверное, с малого, коль вы задали вопрос. Планируем провести первую игру. 14 ноября у нас будет открытый кубок КВН города Николаева, в котором примут участие 5 николаевских команд и 2 приезжие из нашей соседи, из недалеких городов Херсон, Одесса. Недалекие города? Да, недалекие. Я Одессу недалекая назвал. Лучше будет Херсон. Ну, планируется, что будет весело, смешно. Ну, как на КВН обычно бывает. Что это за команда такая студия 512? Студия 512 это такая команда, которая образовалась, скажем так, достаточно недавно. Из, можно сказать, достаточно опытных КВНщиков уже, которые поиграли за разные Николаевские команды. И вот решили создать такую компиляцию КВНовскую и, так сказать, попробовать выступить на более серьезном уровне. Но вот пока начинаем с Николаева. 14 ноября мы также будем выступать гостями. Ну, это сюрприз был. Зачем ты? Не будем, мы не будем. Мы не будем выступать. О серьезности ваших намерений говорит то, что вы уже используете в своем сленге слово компиляция. Вас тоже это удивило? Он правильно хоть его использовал? Я не знаю. На самом деле у меня русский язык очень сложно довезти, поэтому... Ну, ка еще раз. Чем богато, чем богато. Понятно. Ну, вот что-то мне... Скажите, Николаев может жить без КВНов? Нет. Без дороги он же не может жить. Без горячей воды. Ну, можно, конечно, но... Ну, вот смотрите, доллар дорогой, маршрутки подорожали, выборы, вот такие ситуации нехорошие в стране. Как жить без юмора? Вот если еще и плакать постоянно сидеть, то вообще жизни не будет. Поэтому мы стараемся внести хоть немножечко позитива в эти серые скучные будни своими проектами, своими шутяшками. 14 ноября. Где это будет происходить? Это будет происходить в концерт-холе «Юность». Сколько билет стоит? Недорого. Да, недорого. Ну, потолок 50 гривен. По нынешнему доллару совсем недорого. Да, меньше доллара. Да, пару долларов. Мы вот задали вопрос о команде КВН «Студия 512». На самом деле мы не команда КВН. Мы коллектив, организация творческих людей, которые собрались. И мы занимаемся не только КВН. В наши планы входит стендап. Мы проводим стендап 512 в Милом Патрике. Концерты мы организовываем в той же «Юности», корпоративы, свадьбы. О, реклама пошла такая, как раз. Номер не будем диктовать, если что, через Яночку нас найдите. Конечно. Это все, что связано с творчеством. Да, не только КВН. Вот вся творческая работа. А почему вы играете в КВН? Ну, наверное, потому что с этого все начиналось. Как вы вообще пришли в КВН? Какие люди попадают в КВН? Ну, как видите, самые разнообразные. Разные национальности, разного роста, возраста. Ну, то есть, просто с КВН все начиналось. Наверное, просто мы начали играть в КВН, а потом уже это разрослось в остальные творческие направления, такие как стендап, юмористического характера, просто креативные разработки, проекты, концерты. Это все, наверное, начиналось с КВН, поэтому это нас не отпускает, скажем так. Хорошая такая штука КВН, которая не отпускает. Курьезная ситуация. Ниндзя устроился работать промоутером. Ребята, возьмите флайер. Ёлы-палы. Это ж, походу, и отсюда уволят. А следующая миниатюра для тех, кто понимает разницу между украинским и украинским языком. Николай Иоаннович Азаров в киевском Макдональдсе. Вильна, касса. Вильна, вильна, где-то я уже это слышал. Сейчас, сейчас, секундочку. Свободная касса. Замовляйте, будь ласка. Замовляйте, сейчас, секундочку. Заказывайте, пожалуйста. Два чизбургера. Картоплю, браты, будете? Да что ж ты со мной делаешь, а? Так, честно. Я тебя все равно выучу. Обрисуйте мне среднестатистического КВН-щика. Какой он? Это беззаботный, безработный. Он безработный. В данное время еще спящий. Кстати, да, только 4 часа. Веселый человек с чувством юмора. Обязательно. Вот чувство юмора, что он может плохо разговаривать, он может плохо танцевать, он может быть слепым на один глаз, но чувство юмора должно присутствовать обязательно. И эридиция, конечно же, потому что знания очень много помогают. Ну, вот, это среднестатистически. Но бывают разбежности, как вот, очень, с очень большим чувством юмора, которое мешает и вообще... Мешает очень большое чувство юмора? Конечно, мы называем так, знаете, машина юмора не выключается никогда. Человек спать ложится и при этом все равно пытается пошутить. Там какая-то экстренная ситуация, в которой надо собраться, сконцентрироваться, а человек все равно пытается всех расширить. Какие-то поминки, и человек все равно не выключается, понимаете, да. Это, ну, своего рода, наверное, невроз какой-то уже. Может, это болезнь? Возможно, это болезнь. Да. Такой вот диагноз тоже возложен. Ну, это не среднестатистически. Это, окей. Скажите, были ли в жизни какие-то ситуации, где чувство юмора вам помогало? Там, гаишник остановил, налоговая, ну, что-то такое. Ну, наверное, среднестатистический каванщик не владеет машиной, поэтому, как бы, с гаишниками такого не было, но... Да, наверное, юмор помогает везде, в любой сфере абсолютно. От похода до магазина, в магазин до университета и работы, и везде. То есть, ну, он помогает расположить к себе людей. Ну, это понятно, что помогает расположить. А какая-то конкретная ситуация может быть? Я один раз дал зачет в университете тем, что написал смешную шутку о преподавателе. Отлично. И вот прям рассказал, шутка была не сильно смешная, преподавателю не понравилась она, но именно за то старание, что... Написал без ошибок. Да, без ошибок. Ой, это замечательно, ребята. И двоечку в ту сторону нарисовал, все правильно. Круто. Скажите, сейчас тема выборов очень-очень сильно актуальна, потому что выборы на носу. Вы, как люди, как ты уже сказал, умеющие расположить себе недовольные над тем, чтобы пойти создать не команду КВН, а команду предвыборную, политическую. Смотрите, я просто для примера порылась в интернете. Есть такой чудесный мэр, он победил на выборах, который стал Джон Гнар, если я правильно произнесла его фамилию. Он является действующим мэром самого большого города Исландии, Рикья Вика. Он раньше был актером и КВНчиком, занимался комедией, известным актером и комиком. Он сформировал лучшую партию со многими своими друзьями-юмористами и победил люди, за него проголосовали. Вы предлагаете нам только... Да, смотрите, смотрите... Просто если в городе Рикья, ведь и население 20 человек, то, наверное... Нет, ну там не 20 человек. Но тем не менее, смотрите, его благодарственная речь, вот, цитила. Никто не должен бояться лучшей партии, потому что это лучшая партия. Если бы это не было так, как называли ее худшей партией или плохой партией, вот так. Так что, как вам идея? Какие бы лозунги у вас были, если вы пошли на выборы? У меня есть лозунг, я пользуюсь ей уже 5 лет. Если я стану депутатом, я куплю себе айфон. Отлично! Вот такое у меня лозунг. Слушай, я в зайчах сказала. Спасибо большое. Ну, на самом деле, в политику надо идти людям ответственным. А мы КВНчики, мы вам забыли сказать. Среднестатистический КВНчик, он безответственный. Ну, что ж такое, ребята, я уже так настроилась. Но, возможно, года нас исправят. Нам, ну, сколько? Виталия 22, мне немножечко больше. После 30 мы, наверное, займемся вот чем-то другим. Возможно, в том числе... Или не займемся. В том числе политикой. Если не проспим. Да. Смотрите, сейчас ребята, которые на вас смотрят. Как бы юмор, комедии у нас очень популярны. Какие советы вы бы могли дать молодым ребятам, молодым девушкам, которые тоже хотели бы связать свое будущее и вообще заняться вот таким видом творчества? Ну, быть ответственнее. Это да, это я понимаю. Никогда не останавливаться. На самом деле, да. Вот даже иногда кажется, что вот вроде как и не твое. Но если нравится, просто упорно-упорно продолжать двигаться в этом направлении, не останавливаться. И я думаю, что успех не за горами. Ну, я не могу судить, у нас как такового успеха еще тоже нет. Ну, дело в том, что есть очень популярная теория о том, что если заниматься чем-то 10 тысяч часов, то можно стать в этой области профессионалом. Поэтому, как бы, недостижимого нет и, в общем-то... Как родители ваши отреагировали, когда вам сказали, мама, я хочу стать... или папа, хочу стать КВНщиком? Ты говоришь, что хочешь стать, кстати, КВНщиком? Нет, как-то так само получилось. Ну, я думаю, что всех родителей позитивно об этом отзываются, потому что это весело, это прогрессивно, это развивает. И думаю, что ни один родитель не против такого увлечения и хобби своего ребенка. Что ж, друзья, напоминаю, что сегодня на студии были Александр Коваль и Виталий Пак. Ребят, удачи! Спасибо! До свидания!